Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы обсуждаем не только сериалы, но, оказывается, и книги. Вы просили, как там, ласточка с весной, и все они к нам летят, а тут дядя Вова к вам. Осень с ласточкой прилетел. Давайте поговорим. Я книгу читал в электронке, потому что, если первую книгу я покупал лицензионная, такая как копия, такая же самая, которая вышла из издательства, ее девчонки выложили в Kindle на Амазоне, я ее купил и прочитал. Второй части в Kindle еще нет. Я читал, похоже, ту самую версию, которую они по главе выкладывали в сайте фанфиков или откуда это все вообще зародилось. Почему? Потому что даже в конце глав там есть такие примечания, если вы хотите обсудить эту главу, переходите там в сообщество, в группу, там мы общаемся и разговариваем. Мне очень хотелось бы прочитать эту же самую книгу, о чем молчит ласточка, но уже отредактированную, когда она прошла через несколько корректоров, и когда ее выпустили вот физической реальной копией и сделали копию для Kindle. Для меня, человека, который сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, это совершенно не вариант. Я посмотрел, сколько стоит «Лето в пионерском галстуке» 35 баксов. Столько денег, даже за американские книги здесь не плачу, извините. Но я написал девчонкам в комментариях под прошлой книгой, говорю, пожалуйста, если есть возможность, загрузите вторую, я с удовольствием ее куплю, оплачу за нее, потому что я стараюсь поддерживать контент-криэйтера. Будут спойлеры, сразу предупреждаю, если вы спойлеры боитесь, лучше закрывайте эту видюху. Если нет, оставайтесь, поговорим. Ребята, если я читал первую книгу «Лето в пионерском галстуке», я так понимаю, она уже вышла из издательства со всеми корректорами, со всеми вставками, со всеми изменениями. Потому что я, как человек, который сам издавался, я знаю, как выглядит материал, который я написал, где мне кажется, боже, это так идеально, ну все так замечательно. И когда это проходит двух редакторов, как минимум, и они вносят какие-то пометки, что нужно переписать, что нужно заменить. Потому что, когда я читал, о чем молчит ласточка, скорее всего, это то, что писатели обычно дают своим бета-тестерам. Они читают и высказываются о сюжете, что понравилось, что не понравилось, что нужно там, допустим. А почему этот персонаж поступил так-то? А почему этот персонаж поступил таким образом? И это, ребят, это нормально, это творческий процесс, именно так ведется работа. И для меня, конечно, было огромным шоком, когда я читал книгу первую уже после издательства и вторую книгу, которая вот просто взята с фанфика. Я на стену тут лез с некоторых фраз, с некоторых формулировок, диалоги. Я думаю, ну люди не разговаривают так. Я посмотрел интервью с девчонками и с актером, который занимался озвучкой первой книги. И девчонки говорят, что прежде чем выкладывать, мы сидим, созваниваемся там по скайпу и прочитываем. Думаю, ну если вы это все прочитывали, прежде чем загружали, неужели вам не слышно самим диалоги, разговоры с Володей? Это вообще капец. Если, например, какие-то моменты, где мы видим Юрика, где он там что-то рассказывает, какие-то его переживания, где-то идет описание Юрика, еще нормально. Но куски с Володей, куски с Володей и Машей в ресторане, вообще в самом начале, когда поднимается вся эта драма вокруг Машиных детей, ну такая крынжатина была. Я просто вот у меня, знаете, когда вы на пляж пришли, и вроде бы хорошо, вы решили сфотографироваться, улыбнулись, там ветер подул, и на зубах песок остался. И вот вы теперь, что сколько вы разговариваете, улыбаетесь, и вот оно все хрустит у вас на зубах. И вот как будто вы это, знаете, как гвоздями по стеклу или ногтями по доске. И я не мог, я продирался через этот текст. Мне, естественно, мне хотелось узнать, чем закончится история. Сейчас про сюжет мы отдельно поговорим. Говорим сейчас пока что про техническую часть. Но ужасно, ужасно, ужасно. Я бы отправил на переписывание, я бы, лично мне было бы стыдно такое показывать даже людям. Я прекрасно понимаю, что на уровне фанфика, когда собираются люди, начинающие, творцы, которые вот именно пытаются разглядеть, есть ли у них талант рассказчика истории. И как бы, может быть, там особой и претензии нет к тому, как технически слабо или сильно написан текст. Может быть. Поэтому, если вдруг каким-то боком меня сейчас смотрят девчонки, вы меня, пожалуйста, простите за такое высказывание. Но я знаю, что лично у меня, когда я писал свои рукописи, там тоже была графомань, которую должны были исправлять и править хорошие редактора. И я очень надеюсь, держу пальцы крестиками на руках и на ногах. Вторую книгу, когда я пойду куплю на Кинделе, она будет отличаться от той, которая есть в доступе сейчас. Давайте поговорим про содержание. Зачем писать произведение, которое полностью построено на кризисах? Смотрите, снимают какой-то сериал. Замечательно. Он заходит, его дописали, сняли, закрыли. Все, положили на полку. Потом, через некоторое время, приходят продюсеры и говорят, Ох, у нас так хорошо зашел первый сезон. Или так зашел классно первый фильм. Давайте снимем сиквел, приквел, вторую часть, третью с каким-нибудь странным интересным названием. А давайте мы еще пригласим всех тех актеров, которые снимались раньше. И вот начинается высасывание бабла из аудитории. Спекуляция на персонажах, которые нам понравились. Это то же самое, что давайте мы возьмем через 20 лет, как сложилась жизнь у Артемона, у Мальвины, у Пьеро. И при этом давайте мы сюда засунем 50 оттенков серого. Давайте мы сюда добавим жесткача. Давайте пускай у нас Буратино сопьется нахрен. Театр весь разбазарили. Только одни тараканы и сверчки теперь в этом театре правят. Артемона вообще усыпили. Чтоб не это, не мучился. Если мы говорим про квир-культуру, у нас, вот допустим, 90-е года, 2000-е, все фильмы, это вот французские фильмы, кинематограф и ЛГБТ-тематика. Все должно быть хреново. Все мы смотрим. У одного обязательно там либо какой-нибудь спид обнаружили, либо еще какую-то дрянь, либо кого-то одного из них поймали, избили до полусмерти или вообще прибили непонятно кто. Та же самая горбатая гора. И вот обязательно вот мы все сидим и должны плакать, рыдать. Какая же тяжелая жизнь. Ну почему нельзя сделать хорошие, светлые, приятные произведения? С приятной концовкой, с романтикой. Для чего? Это, знаете, такой стереотип, что если я не сделаю свое произведение драматичным достаточно, сострадающими персонажами, значит это не будет высокой литературой. Неправда. Это Ромео и Джульетта у нас какие-то там. Одна зарезалась, другой напился ядой и все. Вот истории прекрасней нет на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Не обязательно. В каждой истории, 80% этой истории, должна быть какая-то такая ужасная драма, которую ты вот сидишь и думаешь, ну зачем я это читаю? Кто берет такие книги для того, чтобы почитать? Вот, например, у меня в жизни, ну все так хорошо, просто заебыз. И я не знаю, ну что бы такое сделать, чтобы в моей жизни стало немножечко хреновать. Книга, любое произведение, это должно быть окошко, через которое ты хочешь вот пролезть в новый мир, что-то узнать, что-то почувствовать, что-то пережить. А тут как будто бы окошко открыли в какую-то канализацию. И тебе нужно спасти кого-то. И ты вот сидишь, читаешь, и у тебя единственная надежда, что, господи, ну пускай где-то там будет хоть какой-то хэппи-энд. Я сам творческая личность, я прекрасно понимаю, я тоже прохожу через вот такие вот карусели своей жизни, качели, когда американские горки, бывает ты на вершине проводишь свои концерты, ездишь там с гастролями. Когда выходили книги, я ездил там, их подписывал, все, сейчас, допустим, если книги не выходят, с ютуб-каналом есть видюхи, которые там собирают тысячи просмотров, а потом есть такие, которые едва-едва там две-три сотни собирают. Ребята, я прекрасно понимаю страдания творческих людей. Может быть, где-то отчасти девчонки вкладывали в этого бьюрика самих себя. Но зачем это читать? Это какой-то, вот как Володя, да, идет и обливает себя горячей водой. Такое себе мазохистское удовольствие. То здесь это тоже какое-то мазохистское удовольствие сидеть и читать. Такое депрессивное. Во многих моментах безнадежное произведение. И знаете, главный минус этой ласточки, что у нас где-то 70% мы не то что летим вниз, а вот медленно нас тянут, затягивают в это болото. Ты вот залез в него, и ты вот чувствуешь, как тебя втягивает, втягивает. То, что там будет алкоголизм, это было понятно еще с первого звонка, когда там, даже когда на кухне они разговаривали. Ой, что там, что у тебя там есть выпить за встречу? Вот я там замерз, а потом он звонит, уже бутылочку себе поставил. А потом Володя перед тем, как улетать, зашел к соседям. И нам говорят, вот тут художник недобитый продал квартиру и теперь деньги пропивает. Как бы уже все эти ключики закладывались изначально. И все это так обговаривается, вот этот вот про алкоголизм фразами, как будто бы правильными, но совершенно не живыми. Как бы мы знаем, что алкоголизм это плохо, мы об этом будем осуждать. Не знаю, может либо девчонки сами никогда не жили с алкоголиком под одной крышей. Вот прийти к этому моменту, я тебе обещаю, я больше пить не буду, когда захотел, тогда и бросил. И потом, через год спустя, все замечательно, мы сидим, выбираем дома, никто уже больше не пьет, никто себя кипятком не обваривает. Походили к психологу и жили долго и счастливо. У нас 70% в книге нас вот это тянули, 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 тянули. И потом где-то 25% нас макали мордой вот в эту безысходность. Ты помнишь, что была любовь, была романтика, чистота, а вот теперь мы вот в этой грязюке. И потом каким-то образом либо девчонкам надоело писать книгу, либо им надоела эта история, либо их перестали читать. И там книга, она же получилась громаднейшая, громаднейшая, невдолбенная книга получилась. И такой резкий переход на вот «И жили они долго и счастливо», что у нас в эпилог, который, короче, любой другой главы вложили эмоциональных и сюжетных моментов больше, чем, наверное, во всей книге, которую нам показали. Да, темы, которые они поднимают, это важные. Допустим, отношения на расстоянии. Я лично, я бы не смог бы никакие отношения на расстоянии, потому что я, ну, не верю в это. Можно созваниваться с кем-то, общаться, можно какой-то флирт даже. Да, конечно, интернет, связь хорошая есть. Я понимаю, вот, например, мы сейчас со Степаном Кагловичем 10 лет вместе. Если бы меня, например, отправили на 2 недели куда-нибудь на какое-то совещание, понятное дело, расставаться нет смысла ради такого. Да даже на месяц меня отправили, все равно. Но если бы меня отправляют куда-то на 2-3 года, я не верю, что за эти 2-3 года можно сохранить те же самые отношения только через телефон и телефонную связь, там, через видео, какое-то общение. Ну, я не верю в это. Были моменты, которые, да, эмоционально зацепили. В Америке это называется tear jerking, когда из тебя вытягивают слезы, просто выстраивают события так, что если ты не сделан из дерева, то ты, естественно, должен прослезиться. Моменты, например, когда заболел Володя, да, и Маша приперлась к нему, там, за ним ухаживала, там, что-то готовила, как-то, ну, да, приятно было. Момент, когда Володя пришел, и вот он сидит в филармонии и видит в первый раз Юрика, и как он оттуда вот выбегает. Как бы, ну, ты в это веришь. Потом тот момент, когда та же самая друзья накричали на Володю с Юриком, там они ушли, там вечеринка была, когда муж Женька, да, чехто он там понял, что они геи, и там все, не будет учить мою дочку, и ты такой-сякой крестный отец. Я вот этого вообще не понимаю. Как можно называться другом, дружить на протяжении, сколько они там лет дружат, если Володя был крестным отцом мелкой. Как можно дружить столько времени, то это была не дружба, если ты вот так легко можешь отказаться от человека. Самой большой проблемой в бывших странах СНГ, мне так кажется, почему было такое неприятие к ЛГБТ-сообществу, потому что казалось, что это что-то американское, это что-то такое вот далекое, это нам насадили из Европы, и они какие-то все извращенцы. Но почему нужно делать публичные камин-ауты? Когда твои друзья, которые тебя по-настоящему любят, с которыми ты на шашлыки ходил, когда ты приходил, помогал, если ты заботился, видно было, что ты проявляешь любовь к ребенку, твоему ребенку, ты являешься его крестным, совместные банкеты. И когда этот человек открывается, то ты не откажешься от этого человека. Ты тогда начнешь задумываться, а, хорошо, мой друг Володька, он вот такой, ну, может, значит, они не все плохие? Я не поверил. Да, бывает, когда вот этот первый шок, когда ты не понимаешь, но ты откручиваешь у себя в голове все ситуации, когда ты провел с этим человеком столько времени, и если ты до этого, он до этого уже был геем, и если до этого тебя ничего не раздражало, если он тебя за яйца не хватал, простите, то какого хрена сейчас ты начинаешь возмущаться? Что изменилось? Да ничего не изменилось. Поэтому должны быть публичные камин-ауты, чтобы вот все друзья начинали понимать, а, может, это не так плохо. И мнение людей постепенно, постепенно начинало меняться. Вот. И нам не привели ни к какой концовке. Пускай мы увидели на примере Маши ее изменения, насколько она кричала, ой, больные, я вылечу сына, на мушках заговорю, или еще что-то. И потом, как она заступается за Юрика и Володю. Как бы ее прогресс показали. А чем закончилась история с Женей и Ирой, да, и их ребенком? Что все теперь никогда не позволит им встречаться? Или же нам показывают, что только до тех пор, пока твои собственные дети не станут ЛГБТшниками, ты эту тему понять не сможешь. Да, вот эта тема о том, что на одного посмотришь, и видно, что он гей, на другого посмотришь, и как бы никогда бы в жизни не догадался. Каждый должен вести себя так, как ему комфортно в своей собственной школе. Есть, ну, очень манерные парни. Ну, и если есть эти парни, соответственно, есть те, кому они нравятся. Иначе никто не стал бы, если абсолютно никто на тебя не обращает внимания, если ты не вызываешь симпатии абсолютно ни у кого, ты бы вел бы, наверное, себя по-другому. А так, наверное, есть спрос. Лично мне такие вот парни, как тот же самый Петров, ну, кексуально совершенно не привлекательны. У меня такой подход к делу. Если бы мне хотелось женоподобное, то я бы встречался с женщинами. Поэтому мне и нравятся парни, потому что они ведут себя как парни. Да, у нас бывают моменты, когда мы со Стивеном можем поприкалываться, там немножко разговаривать так манерно, или еще что-нибудь такое. Но это скорее исключение из правил. Да, когда смотрят мои видюшки, иногда там люди пишут, боже мой, какой ты манерный, там еще что-то такое. Да, у меня это есть. Да, может быть, я не хожу там с перьями, не хожу там с накрашенными губами и наклеенными ресницами, но тем не менее, по мне можно заметить, допустим, что я принадлежу к ЛГБТ-группе. Конечно, в свое время очень многие думали, что, а, ну просто Вовочка, он так театральная личность, он в театре, в спектаклях, там писатель, поэтому вот он отличается. Разница между культурами тоже понятна, что, например, в Европе, той же самой Германии, особенно если у нас события происходят, это 2006 год, по-моему, если я не ошибаюсь, то там можно спокойно и обнять, поцеловать в щечку, или поцеловаться даже, где-то так быстрый чмок. Вообще, если честно, ребята, я не... Мне не важно, мальчик-мальчик, мальчик-девочка, когда в публичном месте стоят и съедают друг другу лицо, мне это не нравится. Не важно, однополые, разнополые, это некрасиво. Чмок в щечку, ходить за ручку, для меня это вот просто милота. Я когда вижу, например, пожилая пара идет, и вот они друг друга за ручку держат. И ты думаешь, блин, сколько лет они уже прожили вместе? И вот они идут и держат друг дружку за ручку. Или там, допустим, я вижу, уезжает муж, и там жена вышла, поцеловала его в щечку, или жена уезжает. Или в аэропорту люди, когда встречаются, вот это вот легкое чмок. Настолько это приятно, романтично и красиво, это да. Но когда вот там съедают друг другу лицо, вот совершенно мне не нравится. Поэтому, поэтому, мне кажется, это нормально должно быть в каждой культуре, опять-таки, это чисто мое личное мнение, что влюбленные люди могли бы спокойно ходить за ручку, сидеть вместе на лавочке в парке, если что, даже там обнявшись, или сняв свой пиджак, приложив на другого. Мне кажется, это должно быть нормально и не должно вызывать ни у кого каких-то там истерик. О боже мой, мои дети увидят, что теперь с ними станет. Теперь, давайте обсудим вот эту самую большую разницу. Если на первой стояла плашка 18+, и я совершенно не понимал, почему, и мне казалось, что да, действительно, должны читать, это подростки, для того, чтобы было понимание, что два мальчика могут любить друг друга, то на этой книге я понимаю, почему 18+. Но вот эти все описания половых актов, которые присутствуют в этой книге, лично я чувствовал себя ужасно неудобно. Если первую книгу то дайте пускай читают все, то тут мне хотелось сказать, да вообще не давайте это читать никому. Я не знаю, либо вы пишите кексуальные сцены красиво и интересно, либо не пишите вообще. Ребята, я живой человек, сделанный не из камня, если я вижу какую-то красивую, романтическую, кексуальную сцену, я чувствую, у меня идет движение и пробуждение, скажем так. Ложа руку на сердце, смотрю вам сейчас в глаза, читал книгу, ни в едином месте ничего не зашевелилось. У меня был такой кринж от этих кексуальных сцен, как будто бы какие-то две куклы Барби, но не Барби, а это две куклы Кена между собой пытаются заниматься кексом. Так это было описано, все, вот эти вот постоянные положил руки по обе стороны от стола или обе стороны от кровати и столько технических моментов. Человек, который практикует кекс с другим мужчиной, очень многие моменты, о которых там описано, у меня просто поднималась бровь и думаю, мать моя женщина. Я прекрасно понимаю, что писали это две девчонки. Прекрасно понимаю, что может быть основывались они на каких-то фильмах немецкого производства. Плохо. очень плохо. Моменты с вот этим вот ремнем чисто теоретически я понимаю, что есть люди, с которых есть какие-то отклонения. Но теперь, смотрите, кто-то возьмет, начнет читать книгу, а, ну, понятно извращение, столько прикидывается хорошим работником с бизнесом, бизнесмен, а на самом деле вот хочет, чтобы его там отхлестали ремнем. Все понятно теперь с ним. Да, может быть в ситуации Володи его психика расшатанная с детских лет, непонятно с какими врачами довело его до такого усугубления. Опять-таки я не увидел правильного объяснения выхода из этой ситуации. Нам просто показали, что два каких-то чокнутых маразматик с расшатанной психикой, один с жаждой манипулировать, контролировать, другой в постоянных депрессиях еще и алкоголик. И каким-то образом они пытаются строить земотношения, будучи такими разными. Почему? Что 20 лет тому назад у них была там любовь, случилось однажды под Ивушкой, оказывается, по описанию, которое мы видим в этой книге, там вообще у них все случилось. Во что я поверил, когда Юра и Володя разговаривали, Юра говорит, оставь ласточку в покое, позволь ей разрушиться. Может быть, когда-то, спустя годы, придут археологи и найдут здесь захоронение, какие-то артефакты. Для того, чтобы что-то приобрело ценность, оно должно быть забыто и оставлено в покое. Вот в это я верю. Девчонкам, по моему личному мнению, нужно было не трогать лето в пионерском лагере, оставить все как есть, позволить додумать, домечтать. Они дали вот эту вот встречу между Володей и Юркой и все. Получилось у них, не получилось и вот оставить все как есть. Иначе у нас получился длиннющий сиквел с теми же самыми актерами притащили ту же Машу, Женю, Иру. Все туда же добавили. Добавили непонятно сколько драмы, совсем мало живой романтики, сунули 18 плюс сцен, которые совершенно неудобоваримые. подняли по вершкам какие-то важные сцены. Мне хотелось узнать, что, чем закончилась история с детьми у Маши. Чем там все закончилось? Принял ли папа? Смогла ли Маша поговорить с папой? Если там может папа один и тут Маша одна, она так ищет себе мужика, может они бы сошлись на этой почве? И может она смогла объяснить, вот смотри, вот у нас возникла любовь на почве того, что вот у наших детей возникла любовь. Эту тему бросили. Ощущение, что девчонки либо исписались и решили все коротким эпилогом закрыть, или они испугались. Думают, блин, это ж ни в один переплет не влезет. Нужно ставить точку. Подводя итог, лето в пионерском лагере быть, хочу себе книгу в твердом переплете, может выйдет с хорошими иллюстрациями, поставить на полку, а о чем молчит ласточка, лучше бы она молчала дальше. Добейте ее и закопайте где-нибудь в саду, чтобы никто про нее ничего не услышал. Но, когда выйдет официальная версия, я хочу прочитать несколько абзацев, я себе пометил, которые я хочу проверить и посмотреть, исправят ли их редактора, или же в издательстве там такие же редактора, как и писательницы. Ах, и так сойдет. Все, на этом мой обзор разбор дозор окончен, жду вас в комментариях, пока. Субтитры